Китайский или Испанский слов Спиритизм Карла Депреля Читатель не должен забывать, что спиритическая гипотеза входит как часть в гипотезу медиумизма Словом спиритизм обозначает, хотя будет сказано мимоходом и не вполне точно Некое мировоззрение, нашедшее в себе за последнее время много последователей Но которое определилось пока еще в основных только чертах Так что нельзя еще решить, какую положительную форму примет оно со временем Основными пунктами этого мировоззрения можно назвать следующее Бессмертие человека Вера, что умершие так называемые духи могут быть для нас видимыми При подходящих для этого условиях Вера, что эти духи имеют до некоторой степени возможность действовать в нашем мире Называя спиритизм новейшим американским шарлатанством Противники его доказывают только свое невежество Он скорее та же стар, как само человечество И составляет не только в смысле просто верования в бессмертие Но даже в той именно форме, в какой мы знаем его теперь Существенную часть древней индийской философии Равно как и Александрейской философии Ямвлиха Порфирия, Плотина и так далее Был он несравненно более выработан в средние века Чем теперь в виде и белой, и черной магии Никем в те времена не отвергаемых Последнее из них приписывалось колдунам и ведьмам Ученые, занимавшиеся специальными отраслями естествознания Очень склонны видеть в спиритизме только обман и суеверие Те же, напротив, которые ставят изучение истории философии Выше других органических знаний, ограниченных Смотрят на него с совершенно другой точки зрения Не проста, что это случайно, что при появлении спиритизма Многие немецкие философы, как-то Фихте, Гоффман, Уллерицы, Перти, Геленбах А в последнее время Эдуард фон Гартман Тоже признающие реальность его фактов Хотя и объясняющие их по-своему Высказались в пользу спиритизма Итак, если спиритизм основывается на фактах То есть может быть причтен к числу наук, подающихся исследованию То надо ожидать, что все естествоиспытатели Лишь только они отделяются от предвзятого отвращения К занятию столь противным для них теперь предметом Необходимо выскажутся в его пользу Так оно и есть Те из естестваиспытатели, которые добросовестно исследовали спиритизм Всегда высказывались за него Те же, которые не хотели его исследовать Становились на стороны его отрицателей К числу первых принадлежат многие знаменитые ученые Называя между ними Крукса, Уоллеса, Цельнера, Фехнера, Вебера Я упомянул только самые известные имена, записанные неизгладимыми буквами на страницах истории науки Это равно верный по отношению к обыкновенным смертным Кто из них, хотя сколько-нибудь изучил и исследовал эту область Несомненно, признает реальность спиритических явлений Тогда как можно биться об заклад Что от отрицателей их всегда услышим Что они не изучали и не исследовали в этой области Заслуживает немалого внимания и тот факт Что между раз убедившимися нет отступников Я, по крайней мере, ни одного такого не знаю При этих условиях дело с пиритизмом быстро подвигается Число противников его редеет Число приверженцев растет с каждым днем Всеобщее признание его есть только вопрос времени И можем еще надеяться дожить до той минуты Когда новая истина, причисленная сперва к бессмысленным парадоксам В конце концов сделается общим местом Ссылка Мы уже ранее сказали, что пиритизм не может быть назван истиной Хотя он, несомненно, содержит в себе некоторую долю истины Доказывая бытие загробной жизни, бессмертия и духовность души Бытие демонов И указывая на особенные, еще не исследованные свойства Психической силы человека Григорий Дельченко Так как истина подтверждаемая фактами, существующими в природе, несомненно, должна быть таковая В своей борьбе за существование понятий Остаться победительницей без всякой сторонней помощи То казалось бы излишним выступать защитником спиритизма Но я имею в виду высказать, насколько необходимо для его пользы Изъять его, как можно скорее, из рук неподготовленного к нему общества И передать в руки людей науки, способных, если они серьезно, посвятят себя его расследованию Очистить его от вредной примеси различных суеверий, заслоняющих собой присущие ему истину Спиритические явления связаны с присутствием так называемого медиума Но было бы слишком поспешно утверждать, что он-то и есть причина этих явлений Не вернее ли будет предположить, что медиум составляет лишь необходимое условие их проявления? Впрочем, хотя вопрос этот пока и остается еще открытым Точный ответ на него вряд ли невозможен Каждая сила природы изменяема, то есть может превращаться в соответствующее количество других сил Так и силы, истекающие из медиума, вероятно, могут переходить в равномерное количество других сил Точно так же в спиритических явлениях, которые бывают частью физического свойства Как то стуки, световые явления, передвижение тяжелых предметов и так далее Частью психического, говорящие и пишущие медиумы Частью спиритуалистического, в более тесном смысле Материализация, то есть появление так называемых духов Которые в свою очередь опять-таки говорят, пишут или производят механические действия Большую часть этих явлений упрекают в недостаточной серьезности Нередко даже просто в нелепости Говорят, что духи ведут себя не так, как бы подобалось серьезным и разумным существам Конечно, было бы гораздо лучше, если бы духи, вместо того, чтобы появляться скользящими призраками Приходили бы разговаривать с нами, как наши обычные собеседники Или вместо двигания столами, поднимания стульев, стучания в стены и царапания по столешнице Они объяснили бы нам загробную жизнь и открывали бы новые истины Вопрос в том, возможно ли это Сверхчувственный мир не мог бы быть предметом спора Если бы он был тесно связан с нашим Такой неоспоримой связью, как наши каналы и телеграфные проволоки Но связь между этими двумя мирами столь различных свойств весьма ограничена И приходится пользоваться теми немногими нитями Которые даны нам для общения, а не требовать от спиритизма Чтобы он творил чудеса вместо тех явлений, которые подвластны законам природы Если бы, например, я не имел иной возможности заявить о своем присутствии обитателю Марса Как только стуками или передвижениями находящейся на нем мебели Я и стал бы двигать ее и стучать Обитателю же Марса предоставлялся бы выбор Или считать меня существом весьма ограниченным в умственном отношении Или же признать весьма ограниченной возможностью общения с его миром Наука доказывает, что наше материальное тело приспособлено к чувственному миру Из чего следует, что тело призрака к нему не приспособлено То есть очень ограничено в способности проявлять себя в нем Нельзя отрицать того, что духи, проявляющие себя письменно или устно Весьма мало обогатили сокровища нашего знания В том-то и ошибка, что некоторые спириты, мечтая через сообщение Выработать новые религиозные философские воззрения Сноска В этом мы вполне согласны с ученым спиритом Карлом Дипрелем После откровения, принесенного Иисусом Христом Никакого другого откровения, само собой разумеется, быть не может Большинство спиритов опасно заблуждается Желая получить новые откровения Григорий Диченко Спиритические сообщения часто противоречат одно другому Сходятся они лишь на одном На бессмертии Есть еще одно, в чем эти обитатели Никогда не противоречат один другому Все они проповедуют нравственность Что, конечно, не может ни в каком случае повредить человечеству Но нравственные правила, если они не опираются на факты, существующие в природе То оставляют ничтожный след в умах и редко исполняются А потому, по крайней мере, на первое время Опытное исследование спиритизма гораздо существеннее, чем собирание сообщений из мира духов Нравственность, проповедуемая Новым Заветом, так высока и непреложна, что никакой другой не требуется Если бы только ей следовали Но большинство образованных людей среди нашего материалистического века, верящего только фактам Потеряло веру в бессмертие и вместе с ней нравственное сознание Возвратить им то и другое могут спиритические факты, научно исследованные и доказанные Нельзя сомневаться в том, что спиритизм неизбежно расширит наши знания Но только посредством нашего собственного труда Опытные исследования подвинут нас вперед, как в физике, так и в химии Давно уже застывшая психология на своей настоящей точке развития, чисто физиологической Получит от них новый толчок Прибавим еще разумно доступную надежду, что эти исследования доведут до признания нашего бессмертия, основанного на фактах Со всеми его желаниями и последствиями, несомненно, долженствующими иметь благодетельное влияние на нашу социальную жизнь Столь больную в самых корнях своих Разве этого одного недостаточно с точки зрения даже чисто практической? Самое замечательное из спиритических явлений, несомненно, материализация Вследствие чего оно и отрицается самым энергическим образом Противники его неизученного лагеря утверждают, что появление духов не что иное, как переодевание медиума Противники изученной среды видят в них субъективные фантазии, галлюцинации медиума, переносимые на участников сеанса Сноска Мы уже имели случай заметить, что допуская появление материализованных фигур на медиумических сеансах Мы вовсе не вынуждаемся допускать явления духов в спиритическом понимании этого слова Григорий Диченко Неученые противники упрекают всех медиумов в обмане с целью наживы Но на этот пункт возразить нетрудно Теория обмана разбивается частными медиумами Что же до них касается, то весьма понятно, почему они тщательно скрывают свои способности в такое время Когда всех медиумов считают за обманщиков, а всех пиритов за одураченных ими Но ученые и неученые противники, по-видимому, не подозревают того, что число частных, непрофессиональных Медиумов, проявляющих свои способности большей частью в своем собственном семейном кружке Значительно превосходит число профессиональных И что, как мне это известно и по полученным мной сведениям, и по собственному опыту В их-то присутствии и происходят самые выдающиеся явления Равно легко опровергнутой теории, основанной на галлюцинациях Быть вводимым в заблуждение разыгравшейся фантазии Есть преимущество одного человека Кроме того, неорганическая природа свободна от этого недуга И фотографическая пластинка не подвержена таким болезненным явлениям А так как духи, то есть появляющиеся фигуры, бывали не раз сфотографированы, между прочим, Круксом То они неминуемо должны быть нечто объективное Я не отвергаю возможности галлюцинации во время спиритических сеансов Но сфотографированные материализованные фигуры не могут быть просто галлюцинациями Что же можно возразить против заявления о вреде спиритизма для науки? Если бы он даже опрокинул в основании всю нашу науку, чего, впрочем, быть не может То разрушил бы он навсегда только модные в настоящее время материалистические воззрения А чем скорее это случится, тем полезнее будет для человечества Теория галлюцинации опровергается еще и тем, что неведомые деятели Производят неисчезаемые материальные действия Самое замечательное из этого рода явлений, служащее вместе с тем и лучшим доказательством бессмертия Сохранения личности Это без сомнения так называемое самописание или психография Ввиду предупреждения какой-либо подделки происходит оно в большей части случаев внутри складных Запирающихся ключом грифельных досок Или других обыкновенных досок, связанных вместе и припечатанных Между которыми кладется крошечный кусочек грифеля Достаточно сказать, что при таких условиях получаются совершенно подходящие писанные ответы на вопросы экспериментирующих На языках, известных им или медиуму Или же на совершенно незнакомых обоим Ради краткости указываю читателю мою брошюру Задача для фокусников Бреславль В ней я самым точным образом описал, между прочим, опыт, происходивший при полном свете И при условиях, исключающих возможность какого-либо обмана Когда между двумя складными грифельными досками Вполне подходящий и связанный ответ из 84 слов Был получен но и при медиуме Эгрентоне Специальность которого и есть именно явление такого рода Каждому, кто прочтет описание такого рода опытов К сожалению, очень редких Останется одной Или признать подлинность явления Или заподозреть меня в сообщничестве с Эгрентоном От которого я получаю за то, вероятно, какие-либо выгоды Противники спиритизма, не находя никаких более веских доводов Указывают на то, что я не человек науки Не специалист, не профессор университета Это, конечно, правда Но к чему послужила бы моя специальность В одной из давно и известных наук Перед явлением совершенно новым Не в один из отделов наук Всесело не входящих Для спиритизма нужны специалисты в его собственном отделе Этим специалистам я признать себя еще не могу Но я все-таки гораздо более знаком с ним, чем его противники Признаваемая за профессорами способность более точного суждения Может быть весьма полезной для объяснения спиритических явлений Но для утверждения их реальности достаточно свидетельства Всякого нормального человека Когда я вижу неподвижно лежащие руки медиума И в то же время слышу писание в запертой доске Для меня нет никакой необходимости Принадлежать к профессуре Для того, чтобы понять, что действуют тут не руки медиума А руки другого существа Если я крепко держу обе руки медиума в своих И при этом мне показываются материализованные руки То не нужно быть аристотелем А достаточно владеть хотя небольшой долей здравого рассудка Для того, чтобы вывести логическое заключение Что медиум, имеющий только две руки Не может показать четыре И что, следовательно, те другие две руки Принадлежат другому существу А так как они движутся То принадлежат несомненно существу живому Ибо если появляются руки То остальная часть организма может только оставаться для нас невидимой А потому я позволяю себя считать явление Мною выше описано неопровержимым Пока ученым не удастся его опровергнуть И так доказано, что призраки реальны Что они существа мыслящие И что часто имеют поразительное сходство С нашими перешедшими в другой мир близкими Как же объяснить этот факт? Следует ли признать в этих явлениях Деятельность наших отшедших друзей Для такого утверждения нет еще достаточно данных И сами спириты не признают его вполне доказанным Тождественность личности при явлениях материализации Вряд ли будет когда доказана с точки зрения философской Настолько твердо, насколько это было бы желательно Когда я решился приступить к изучению спиритизма Для меня вследствие некоторых известных мне Одному соображений, на которое я намекал в брошюре Обитатели планет Сделалось ясно, что спиритизм, изучаемый в отдельности Понят быть не может И что ключ к его, разумею, находится в сомнамбулизме Вот почему я прежде всего напечатал о результатах Моих исследований сего последнего в книге Философия мистики Лейпциг, Эрнст Гюнтер Сомнамбулизм неопровержимо доказывает Как учил о том в свое время еще Аристотель Что душа не только обладает способностью мыслить Но есть вместе с тем организм к тому приспособленный И далее Что как существо мыслящее, она не идентична с нашим нормальным сознанием А владеет несравненно большим числом разнородных способностей Иначе сказать Нашим самосознанием не исчерпывается все наше существо Следовательно, мы можем говорить о двойственности нашего духовного существа О нормальном и сверхнормальном сознании Из которых последние проявляются только в исключительных состояниях Как, например, в сомнамбулизме При этом двойственность эта находится в одном и том же индивидууме Попробую объяснить это примером Когда мне снится, что я сидя на экзамене Не умею ответить экзаменатору На заданный мне вопрос На который тут же бойко отвечает вызванный вслед за мной другой ученик Моя собственная личность таким образом отделялась При происходящем действии от двух других экзаменаторов ученика А весь этот сон происходит во мне одном Но в нем моя личность делится на три лица Подобные сны весьма часто и доказывают Что множественность лиц может содержаться в единичном субъекте В снах факт этот психологический А в ней их может быть фактом метафизическим Тот факт, что в нашем нормальном состоянии Мы ничего не знаем об этой двойственности Никак не может служить неоспоримым опровержением данной идеи Ибо и личности наших снов со своей стороны Ничего не знают о своем субъективном тождестве со сновидением Различие между личностью и субъектом было уже признано кантом В сомнамбулезме же мы знакомимся с ним путем опыта Хотя лишь только по отношению к способностям души Например, в ясновидении Ничто, однако, не дает нам права утверждать Что наш субъект имеет только одну эту духовную сторону И что после телесной смерти от нас остается только одно мыслящее существо Не вернее ли будет предположение Что подобно тому, как наше существенное сознание Связано с организмом тела Так и сверхчувственное будет иметь свой организм Ведь спиритические призраки являются в телесной форме Но их тело образуется из нового материала, чем наше Состоящее из органических клеточек Вот почему выражение спиритизм далеко не точно Так как о духах, спириц, как таковых, мы ничего не знаем Следовательно, сомнамбулезм и спиритизм дополняют друг друга Первый доказывает сознание, независимое от организма Второй существование организма для сознания сверхчувственного Таким образом, существование в человеке субъекта доказано Или, по крайней мере, доказательство это представляется возможным Еще сильнее доказывается это с древних времен известными фактами о двойниках Здесь я не буду входить в рассуждение об этом предмете Читатель найдет много примеров в одной из предыдущих глав, в десятой настоящей книге Приведем лишь один из множества Лорд Байрон рассказывает, что в то время, когда он лежал в горячке по трассе Грессе Несколько человек видели его в Лондоне По поводу чего даже составлялись пари Большей частью во всех явлениях двойников Телесный человек находится обыкновенно в бессознательном состоянии И по степени этой бессознательности Его духовная личность переходит в его двойника То лишь частью, а то и вполне То же самое различие, замечаемое в спиритических призраках Иногда выступающих перед нами как будто бы в сонном состоянии В другие же раза, как живые существа, владеющие полным сознанием Из этого мы можем заключить Что эти призраки не суть, собственно, то Что переживаем в человеке Переживает его физическую смерть Но нечто подобное его двойнику Причем присвоение личности совершается и призраками В разной степени и нередко так же слабо Как и в появлениях земных двойников А если присвоение личности слабо То и тождественность призрака с отшедшим Не может быть вполне установлена Во всяком случае установление этой тождественности Как у двойников, так и в материализациях Может быть только пропорционально усвоение ими личности Которую они собой и представляют Что кажется, никогда не доходит до полного слияния Так что ответить на вопрос лорда Байрона Где же находилось в то время его «я» Еще слишком трудно Из всего этого следует Что мы должны признать за душу Присущей ей способностью проявлять В телесной форме своего двойника И переносить в нее некоторую часть своего сознания Два отправления функции, а именно Мысли и организации Рассмотрим теперь с этой точки зрения Земное рождение И мы увидим, что оно есть не что иное Как отправление организующей души Которое образует на земле своего двойника Из органических клеточек Через переселение в него Некоторые части своей духовной личности Сверхнормальные сознания Проявляющиеся в сомнобулизме Доказывают возможность усиления этого перенесения Следовательно, во время земной жизни Мы составляем только некоторую часть нашего существа Везен Которому имеем полное право приписывать Если не форму То по крайней мере способность Махт Воспринятие формы Когда человек умирает Эта способность должна Несомненно переживать его Сам человек не умирает Точно так же, как не умирает Часовщик Когда уничтожаются Сделанные им часы И что же может мешать Этой способности К воспринятию формы Проявлять себя всякий раз Когда нужное К этому условие налицо Рождение Ведь та же материализация Отличающаяся от других Большей продолжительностью Употреблением прочного материала И усиленным восприятием личности Взирая на этот выдающийся И всех прочих факт материализации Как на нечто будто бы вполне объяснимое И весь системы относясь К медиумическому призраку Как к явлению совершенно непонятному Мы доказываем только свою полную Неспособность к философскому мышлению Существование одного человека Гораздо чудеснее, чем Целого десятка призраков Рождение, двойник и материализация И суть, следовательно, Три факта одной и той же категории Я не утверждаю, чтобы Такое решение загадки Представляемое человечеством Было бы вполне правильным Но я говорю, во-первых Что оно, во всяком случае Логическое и мыслимое представление Не заключающее в себе ничего противоречивого А во-вторых Что каждая из составляющих его частей Открыта посредством фактов Основанных на опыте Двойственная природа человеческого существа По отношению к его сознанию Проявляющейся в снах И в сомнамбулическом состоянии Доказывается ими А что та же двойственность И по отношению к телесной форме Может иметь место Как нечто реальное А не призрачное Как сны Доказывается и явлением двойников Следовательно, предлагаемое здесь Решение загадки Представляемой человечеством Основывается на двух фактах Лежащих вне спиритизма Меня нисколько не удивляет то, что Третий факт Приводящий к тому же решению материализации Нашелся именно в спиритизме Совершенно естественно, что душа Одаренная и после телесной смерти Способностью воспринимать форму Хотя бы только временную И из другого материала образованную Пользуется иногда данной способностью Проявляя в этой временной форме Быть может и не свою действительную личность А только двойника Так образованного, чтобы сделать Ощутимым внешним чувством земных существ Исчезновение этого двойника Вряд ли может навести Какого-либо на предположение Что образовавший его дух Вместе с ним уничтожился А разве не точно та же Мало смысла и предположение Что распадение нашего физического тела На его составные части Должно иметь своим последствиям Уничтожение нашего индивидуума Таким образом Серьезное исследование Сомнамбулизма, как и спиритизма Приближает нас к решению загадки Называемой человеком И вместе с тем Фактически доказывает его бессмертие А это главное С этой точки зрения Следует во всяком случае Приветствует спиритизм То, что в нем достойно осуждения Как, например, некоторые Прилипшие к нему наросты И суеверия Исчезнет со временем Когда наши ученые Сознают свои истинные назначения Ссылка Сюда относится Желание знать будущее Получать новые религиозные откровения Иметь непосредственное сношение С умершими И так далее Григорий Диченко Ведь издавна Живя более в своем рабочем кабинете Нежели среди общества Они менее заявляли себя Открытиями совсем новых явлений Чем научным исследованием И объяснением уже открытых И признанных Которые, однако, только через их труды И делали с действительной собственностью человечества Спиритическое движение Может и должно быть Направляемо наукой Остановить же его Во всяком случае невозможно Ни осуждением толпы Отвергающей все Чего она не понимает Ни приговором тех из людей науки Которые своими Рационалистическими ножницами Готовы отрезать все без разбора Только бы освободить себя От труда объяснения Труда Объясняемого Веберланд Унтмэр 1886 год Номер 22 И Ребус 86 год Номер 30 Ссылка Печатаем эту статью Не потому, чтобы мы были Во всех пунктах согласны с автором А потому, что она служит Для выяснения Трудного вопроса о спиритизме Григория Диченко Столоверчение Как физическая проблема Карла Дюдпреля Ссылка Хотя в столоверчении Уже была у нас краткая речь В главе о телекинете Но так как на спиритических сеансах То или другое движение столом Различных предметов Неизбежная принадлежность Объясняемая односторонними спиритами Действием духов То здесь совершенно не лишним Привести статью О том же предмете Ученого спирита В котором движение столов Объясняется без вмешательства Духов Пролить же свет Истинного знания В эту область Весьма важно Григорий Диченко Столоверчение Распространившееся В 50-х годах По Европе Словно эпидемия Одно из малозаметных открытий Но которое однако Повело бы несомненно К важным физическим познаниям Если бы только оно не появилось Так тихо и скромно Открытие это было принято Как детская забава И как таковая Давно потеряла свое значение Отчасти была и другая причина Почему люди не остановились На физических явлениях этого открытия Это то что стали замечать Что на задаваемые столу вопросы Получались ответы Посредством ритмического подъема И опускания ножки стола Позже пустили вход в столы Эллиптической формы Так называемые планшетки На трех ножках И с коих одну Заменял карандаш И тогда ответы на вопросы Получались письменные Этим путем Очень быстро приблизились К спиритизму И тем самым Была положена для ученых Как бы преграда А они вылили купель Вместе с младенцем Ибо возникшее явление То есть столоверчение Есть чисто физическая проблема И ее неясность Не должна нас удержать От исследования Наука рассматривает Как одну из своих задач Отвлечения людей От суеверия Но этого не может случиться Когда лишь осмеивает явление А только тогда Когда обнаружат Естественные силы Свойственные этим явлениям Если эти силы Окажутся достаточными Для объяснения феноменов То нам ее И спиритизма не нужно Если же напротив того Они недостаточны То мы должны ограничиться Спиритическими объяснениями По крайней мере В подобающих Явлениях Наша проблема Имеет свое начало В очень глубокой старине И рассматривалась Как явление мистическое В мистериях Самотраки Мы уже находим Оракула В виде бога-стола Китайцы знают Столоверчение Уже давно Сергент Нашел Столоверчение У индийцев В пустынях Ява Ямблихус Рассказывает Про богов Дающих Предметам Неодушевленным Душу Неподвижным Движения Неразумным Разум Так что Можно думать Что они Имеют Познание О будущем Которое Они Открывают Которое Которое